МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Три человека погибли, еще пятеро пострадали в результате взрыва многоэтажки в Николаеве. Еще по шести человекам, будем говорить, у нас есть вопросы, но даст Бог, что они где-то там вскоре отыщутся. Желательно, чтобы не здесь. Пятиэтажка на песке, незаконная стройка на лонжероне. Включая прокуратуру, райотдел приморский, сельхозинспекция, инспекция ГАЗК, экологическая инспекция, они все знают об этих нарушениях. Сепаратист, Дед Мороз и просто народный губернатор. Кто такой Павел Губарев? Селеная была. Эти и другие события в материалах наших корреспондентов. Здравствуйте. Каждый час о событиях страны и города. Для вас сюжеты корреспондентов главного телеканала Одессы. В студии Антон Равицкий. Вы смотрите «Время Одессы» на Первом городском. Платить за ГАЗ наперед. В России заявили, что больше не будут, цитирую, нянчиться с Украиной. И счет за ГАЗ выставят уже на этой неделе. Теперь все поставки в Украину хотят обязать оплачивать предварительно. В частности, до 2 июня надо будет рассчитаться за весь первый месяц лета. Напомню, в апреле после отмены всех скидок стоимость голубого топлива для Украины выросла практически в два раза. При этом общий долг украинской стороны за ГАЗ уже составляет 3,5 миллиарда долларов. Правда, украинское правительство эту сумму не признает. Три человека погибли. Еще пятеро пострадали в результате обрушения многоэтажки в Николаеве. Взрыв ГАЗа разрушил квартиры двух подъездов с 8 по 10 этаж. В милиции считают это дело рук самоубийцы. Список жертв еще будет пополняться. Подробности трагедии в материале Первого городского. Очевидцы утверждают, взрывная волна сотрясла дома на расстоянии нескольких кварталов от эпицентра. Волна была, слышно взрыв, аж там как бахнуло, и машины аж там сработали, сигнализацию. Взрыв ГАЗа унес жизни трех человек. Еще пятеро были госпитализированы. Среди них 10-месячный мальчик. Он находился на улице и пострадал случайно. Судьба тех, кто остался под завалами, до сих пор не ясна. Из-за масштабных разрушений людей сложно найти. Уничтожены взрывом перекрытие 10, 9, 8, частично 7 этажа. В некоторых местах перекрытие обрушено и дальше. Это 7, 6, 5 этаж. Проблема, что высокий этаж, 10 этаж, доступ, задействованы все силы и средства, которые есть. Работаем. В течение дня и ночи спасатели нашли под завалами двух человек. 13 мая вытащили еще одну женщину. В 7 часов утра услышали ее крики о помощи. Судьба еще шестерых жителей дома неизвестна. Еще по шести человекам, будем говорить, у нас есть вопросы, но даст Бог, что они где-то там вскоре отыщутся. Желательно, чтобы не здесь. Каждый час спасатели устраивают минуту тишины, чтобы услышать тех, кто зовет на помощь. В поисках используют тепловизоры и специально обученных собак. На месте работает функт жизнеобеспечения на 40 мест. В новом жилье нуждаются 300 человек. Дарья Степаненко, Первый городской. Люди в Доме профсоюзов погибли не от пожара. В здании были обнаружены следы ядовитого вещества, которым по версии СБУ Украины и отравились 46 жертв. МВД уже заказала независимую международную экспертизу. Специалисты определяют химический состав яда, примененного к заблокированным в здании людям. То, что это было спланировано, проплачено и были привлечены диверсионные группы и боевики, мы говорим с полным убеждением. Поскольку ни одну диверсионную группу СБУ задержала и арестовала, и в Одессе, и в соседних регионах. По моему убеждению, людям нужно сообщить и состав этого вещества, и кто его заносил в Дом профсоюзов. Стали известны имена еще двух погибших 2 мая. Это одесский журналист Дмитрий Иванов и уроженец Гагаузии Иван Милев. Все родственники Дмитрия Иванова находились за границей. Тело опознавали знакомые. По предварительной информации, известный в Одессе теле и радиоведущий погиб в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Там же погиб 34-летний житель Камрата Иван Милев. Напомню, за последние два дня число жертв «Черной пятницы» выросло до 48 человек. 11 мая от огнестрельного ранения в живот скончался известный в Одессе реконструктор Евгений Лосинский. Еще один мужчина, имя которого неизвестно, скончался, не приходя в сознание. В больницах до сих пор остаются 44 госпитализированных с различными ранениями и травмами. Из них четверо в тяжелом состоянии. Остаются неизвестными имена трех погибших. Среди них – женщина. Новые старые начальники. Руководитель областного управления милиции Иван Катеринчук вернул на пост начальника ГУРУ ВД Владимир Абасенко. Полковника несколько раз снимали с этой должности. О новых назначениях в сюжете Юрия Гальченко. Назначение первое. Владимир Абасенко – полковник милиции. Вернулся на должность главы ГУРУ ВД. Ранее руководил городской милицией Андрей Нетревский. 6 марта этого года Владимира Абасенко отправили в отставку, заменив на одиозного Михаила Вершняка. Спустя три дня вернули на должность. Через полтора месяца Абасенко снова уволили. А сейчас опять назначили. Впервые Абасенко занял пост руководителя городской милиции в 2010 году при Януковиче. Абасенко запомнился прессе как любитель дорогих часов. На публике он появился с моделью стоимостью в 40 тысяч долларов. Еще один нашумевший случай – штурм мэрии в конце 2012 года. Тогда, защищая здание от ультраправых, помогал разворачивать пожарный рукав. По злой иронии под струю воды попали главный милиционер области Сергей Резник и его зам Дмитрий Пучеджи. Эдуарда Гребенюка назначили на место главы милиции общественной безопасности. Ранее этот пост занимал Дмитрий Пучеджи, который сбежал в Приднестровье после событий 2 и 4 мая. Аналогичную должность Гребенюк занимал в Чернигове. Сторонники евроинтеграции Украины связывают его фамилию с разгромом их протестных акций 25 ноября 2013 года. Черниговская МВД опровергает причастность Гребенюка к разгону демонстрантов. Однако в начале 2014 года он получил от местных властей орден Данилы Галицкого. Его вручают за добросовестное и безупречное служение народу Украины. К лету активизировалось строительство на побережье. К концу близится так называемая реконструкция пятиэтажного здания рядом с дельфинарием на Лонжероне. Год назад его в прямом смысле громил кувалдой, бывший мэр Алексей Костусев. В этом году чиновники ведут себя осторожнее. Остановить застройку пляжа они, судя по всему, пока не способны. Вместо этого проводят многочисленные инспекции. Свою инспекцию провел и наш корреспондент Вадим Шпаченко. Строительство пятиэтажки на Лонжероне абсолютно незаконно. Общественники об этом заявляли не раз. Чиновники много раз пытались ее остановить. Но нахальное строительство на Одесском побережье все равно продолжается. Стройка, которую уже пытались со скандалом прикрыть, сейчас спокойно близится к концу. В обеденное время рабочие успевают понежиться на солнышке, а при желании даже порыбачить. Тут все уверены, стройка абсолютно законна, а территория пляжа является частной собственностью. А вот этот мужчина представился обычным рабочим, но говорил с уверенностью юриста. Якобы все разрешительные документы есть. Они переданы в исполком и вообще нечего тут снимать. В прошлом году показали вам документы все, официально предоставленные в райисполком. Просто так бы она не велась. Но это есть у нас официальные документы, на чем мы работаем. А какие документы? Все документы в горысполком. Накануне с проверкой сюда нагрянули представители вышеупомянутого горысполкома. Но подлинность предоставленных документов у них вызвала сомнения. Достоверность данных теперь должны проверить в ГАСКе. Результаты внутреннего расследования мэрия обещает направить в правоохранительные органы. Как отмечают представители городских служб, градостроительные условия и ограничения по этому объекту, на основании которых были получены декларации о начале строительных работ и о завершении строительных работ, ими не выдавались и в архиве управления архитектурой и градостроительства отсутствуют. Внутреннего расследования мэрии гражданский активист Игорь Елин дожидаться не стал. Провел свое. Из открытых источников выяснил, во время очередной реконструкции к двухэтажному зданию самовольно пристроили еще три уровня. После этого сооружение, уже как пятиэтажное, вновь отправили на реконструкцию. Все государственные наши областные правоохранительные службы и контролирующие органы, включая, опять-таки, прокуратуру, райотдел приморский, сельхозинспекция, инспекция ГАСК, экологическая инспекция, они все знают об этих нарушениях. Год назад наглость застройщика возмутила действующего тогда мэра Алексея Костусева. Громить стройку он приехал собственноручно. Вооружился любимой кувалдой и заручился поддержкой спортсменов. Чего бы мне это ни стоило, я наведу порядок на побережье, обеспечиваю одесситам свободный доступ к морю, снесу все незаконные строения. Спустя полгода Алексей Костусев ушел в отставку. Реконструкция здания продолжилась. При этом ни год назад, ни сейчас никто ни слова не сказал о том, что в 100-метровой пляжной зоне возводить капитальные сооружения запрещено в принципе. Вадим Шпаченко, Евгений Руденко и Олег Шпак. Первый городской. Остров Змеиный может стать национальным морским парком. Сейчас одесские ученые готовят официальное обращение в Министерство природы. Они верят, что новый статус позволит решить на острове экологические и экономические проблемы. Подробности расскажет Екатерина Лапицкая. Одесские ученые хотят спасти остров Змеиный с помощью туристов. Статус национального морского парка позволит обеспечить сохранность острова и всех его обитателей. Это и уникальные птицы, и обитатели моря, и наземные животные, и растения. Необходимо также обеспечить сохранность найденных на острове артефактов. Создать надлежащие условия для проживания на Змеином, постоянно это поддерживать. Государственная программа, которая была в 2002 году первая принята, она уже закончилась. И государственное финансирование практически прекратилось в 2009 году. Сейчас содержание Змеиного напрямую зависит от бюджета Одесской области. Совсем недавно вблизи острова специалисты обнаружили затонувшее греческое судно. На нем, по словам ученых, тысячи уникальных амфор первого века до нашей эры. Для их надлежащего хранения планируют создать подводный музей. Но из-за дороговизны мероприятия пока откладывается на неопределенный срок. Вся та часть культурная, которая сегодня благодаря этому сохранилась под водой, она отчасти как-то непродинциально сохранилась благодаря тому, что остров был недоступен обычным гражданским лицам. Если раньше остров защищала недоступность, то сейчас спасти его можно с помощью туристов. Я был на подобном острове в Северном море. Называется он Гельголанд. Он находится 70 километров от берега. Примерно в два раза больше. Но он принимает в сутки тысячу туристов. Да, он в два раза больше. Тысячу туристов, два парома в день ходят на этот остров. Вы знаете, это какой доход-то. Государство, как убедились ученые, не готово оказать надлежащую финансовую поддержку. Потому только грамотная организация туристических экскурсий позволит привлечь финансы и не навредить экологии острова. Екатерина Лапицкая, Эдуард Шендерович, Первый городской. Получил по заслугам. Январского убийцу, который сперва пытался расчленить, а затем сжег собственную бабушку, упрятали за решетку. Правда, пока психлечебницы. Суворовский суд отправил парня на лечение в Днепропетровскую психиатрическую больницу со строгим надзором. Подробности в нашем сюжете. Январской ночью по улице Балковской загорелась квартира. Соседи вызвали спасателей. Когда пожар погасили, обнаружили труп. Оказалось, пенсионерку сперва убили, а затем попытались расчленить и сжечь. Через несколько дней милиции удалось найти виновного. Им оказался внук погибший. Внука убийцу сдал друг, у которого он прятался. Другу он рассказал, что совершил. Друг его боялся. Друг знал о том, что он убил свою бабушку. Он на эту бабушку ранее неоднократно жаловался, что она ему не дает спокойно жить. Постоянно ворчит. Поэтому он ее решил убить. Соседи утверждают, парень наркоман. С бабушкой конфликтовал всегда. Дима был наркоман. И он вечно хотел у нее деньги. Просил ей, ну ему нужны были деньги. Он, значит, к соседям, она к соседям занесла свои документы. Говорят, она деньги при себе носила. Короче, он ее терроризировал. Спустя почти 4 месяца Суворовский суд вынес решение. Убийцу признали невменяемым. И отправили отбывать наказание в психиатрическую больницу со строгим надзором. Максим Шпат, Екатерина Лапицкая, Первый городской. Сепаратист, Дед Мороз и просто народный губернатор. Самопровозглашенный глава Донецкой Народной Республики Павел Губарев прошел непростой путь. От артиста по вызову до лидера пророссийских ополченцев. О новых фактах биографии руководителя донецких мятежников в сюжете наших корреспондентов. На двух этих видео один и тот же человек. Сначала в образе доброго Дедушки Мороза, а двумя годами позже в роли самопровозглашенного главы донецких мятежников. Знакомьтесь, многогранный Павел Губарев. Борец с украинской властью Губарев, как и его сторонники в разных областях страны, участник пророссийской ультра-националистической организации русского национального единства. Главная цель движения – возвращение русской нации утраченных геополитических позиций и определяющей роли в мировой истории. С поставленной задачей Дедушка Мороз Губарев справляется на отлично. Словно в сказке, сменив красный нос на камуфляж, глава ополченцев читает с листа пламенную речь и призывает ввести в Украину российские войска. Подержать на него Донбасса и ввести Донбассу. Донецкую область! Миротворческие войска! Опыт организатора детских праздников помог самопровозглашенному ультра-националистическому губернатору устроить настоящий сепаратистский карнавал на Донбассе со взрывами, костюмированными ополченцами и военной техникой. Началось это все как развлечение. Друзьями решили, почему бы нам не попробовать. Ну, получилось вау. Павел Губарев неоднократно заявлял, что родиной не торгует и даже за 40 миллионов долларов Украину не сдаст. Народный губернатор обвинил бизнесмена Рината Ахметова в финансировании беспорядков на Юго-Востоке. На это откровение в партии регионов ответили, что Губарев – главарь группы «Бомжей». Если объяснять доступно, картина выглядит примерно так. Это когда группа бомжей с пляжа Туапсе приводит своего главаря в Краснодарскую думу и заявляет «Вот ваш новый губернатор». В лучшем случае вся эта компания во главе с лидером окажется в сумасшедшем доме. В марте самопровозглашенного избранника задержали, обвинив в сепаратизме. Но со временем отпустили в обмен на трех офицеров подразделения «Альфа». Высокая цена за свободу. А еще несколько лет назад Деда Мороза Губарева можно было заказать всего за полторы тысячи гривен в час. Цены растут. Мы закупаем на костюмы, мы покупаем услугу, пошивая костюмы. Очевидно, костюмов понадобится много. Губарев активно призывает жителей Юго-Востока объединиться в отряды народного ополчения и отражать атаки фашистов. Командир народного ополчения Донбасса Павел Губарев. Дмитрий Долматов, Первый городской. Совсем скоро в Одессе раздастся крик. Звучать он будет не где-нибудь, а на сцене оперного театра. Балет создан по роману писателя-философа Александра Зиновьева «Иди на Голгофу». Название сформулировали строки самого романа. Мировую премьеру балета «Крик» одесситы увидят первыми. Что их ждет, знает Екатерина Лапицкая. Премьера обещает быть громкой, уверены ее создатели. Работу над балетом начали меньше месяца назад. В главной роли и роли хореографа-постановщика выступил известный во всем мире молодой артист Андрей Меркурьев. Меньше месяца попытаться перенять мою пластику, выслушать и перенять на себя все мои пожелания. Времени очень мало. Такие спектакли так не строятся. Даже сегодня я смотрю на свой театр, на большой театр, где ставится одновременно новый спектакль. И на это отведено три месяца. В театре к молодому хореографу отнеслись очень серьезно. И тема, и время, оно требует каких-то новшеств. И вот в хореографии Андрея мне понравилось то, что у него не просто голые движения, а все движения насыщенные мыслью. И вот это очень важно. Это то, как раз о ком балет. Репетиция проходит ежедневно. Актеры работают на износ. Постоянно прогоняют все фрагменты постановки. Признаются, никакая усталость не затмит удовольствие от рабочего процесса. Немножко о наших сольных партиях, об Андрее, о Володе и обо мне. То есть Лаптев, Антипод и Богиня. Это, я думаю, что когда зрители придут, каждый будет искать что-то свое, свою философию, свой внутренний мир, свою любовь, которую он когда-то или потерял, или приобрел. Премьера балета «Крик» назначена на 15, 16 и 18 мая. Екатерина Лапицкая, Евгений Руденко, Первый городской. Это было время Одессы. На Первом городском о событиях вам рассказывали наши корреспонденты и я, Антон Равицкий. Оставайтесь с главным каналом Одессы. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова